Мудрый, йога для пальцев, духовные практики с помощью руки, пальцев. Вот как называют ещё и мудрый. Это моё очень любимое ещё состояние делать мудрый, потому что кроме медитации полезно всегда выполнять различные практики с помощью мудр. Известно из веков, что мудрый дают восстановление не только физического тела, но и психоэмоционального, или защиту от негативного, или дойти до цели. Вот всё это можно делать с помощью рук, с помощью пальцев. То есть ваше желание, ваше здоровье, ваша жизнь в ваших руках в прямом смысле. Поэтому мы будем изучать различные мудры, которые можно практиковать в течение жизни, в течение некоторого времени, и понять, как они воздействуют на ваш организм. Сегодня я хочу, так как у нас тема энергетики, негативная энергия, защита и восстановление, поэтому я сейчас хочу вам давать две моих самых любимых мудр, одна из которых называется «Щит Шамбалы». Очень лёгкая в исполнении мудра. Если женщина, правая рука делается как кулак, левая рука остаётся в таком состоянии. И как щит идёт внутрь. Большой палец обязательно касается ладони. И в этом состоянии на уровне солнечного сплетения прямой спиной делаем выдох через рот первый, диафрагмой до низа живота, и начинаем дышать спокойно через нос, представляя, как сверху идёт энергия защитная. Если даже можете цвет различать, ультрафиолет, самая сильная защита – это ультрафиолетовый колпак, нежный ультрафиолет. Выдох, очищаемся от негатива. Вдох, убираем защитную энергию в нашу ауру. Выдох и вдох. Мудру желательно выполнять спокойно в течение одной-двух минут. И вторая мудра. Это немножко тяжёлая в исполнении мудра, но одна из моих самых любимых и давно опрактикующих. Я даю всегда на оффлайн наших занятиях. И ещё это упражнение как тест идёт, в каком состоянии гибкость суставов и гибкость мышления. Поэтому важно после выполнения этой мудры понять, в каком состоянии ваши пальчики, ваши плечи, ваш мозг. То есть увеличиваем гибкость мышления, гибкость суставов. Но самое важное – это мудра, мудра о молении счастья. Или ощущаем негатив, восполняем энергиями для восстановления, поставления целей и достижения целей. Для этого, как гребешок, снизу до верху скрещиваем пальчики. Каждый большой палец идёт на другой мизинец, кончик. Указательными идём вот так на средние пальцы. Спинками и ногтевыми пластинами наши безымянные пальцы касаются друг друга. И ручки держим на уровне солнечного сплетения. Выпрямляем спину. С макушки чувствуем, как течёт энергия, очищающая нас. С выдохом. И с вдохом вбираем энергию. Выдох, очищаемся. Вдох, наполняемся. Ещё ставим цель. Видим картинку себя уже в исполнении заветного желания. В таком состоянии, в таком одеянии, в каком хотите вы быть через год, через полгода. То есть ваша мечта, какая вы. Видим себя. И вот эту картинку, держа перед собой, выдыхаем и вдыхаем. Расслабляем пальчики, плечики. Вдох и выдох. Через картинку себя. Наилучшие версии себя. Кто-то может видеть себя похудевшей, здоровее, постройнейшей. Или в своей машине, или на своей яхте. То есть кто как хочет. Но самое главное — наполненной энергией, одухотворённой, мотивированной, идущей к цели. Спокойно дышим. Две-три минуты. Расслабляемся. Отпускаем. Вот сейчас почувствуйте, в каком состоянии ваши пальчики. Они посинели, красненькие, болят где-то. Вот если есть такие проблемы, значит у вас есть нарушение в кровотоке, в периферии, в пальчиках, и также суставные боли. Если напряжённость в плечах не даёт вот расстрабляться, это говорит, что вы несёте груз за других. И нет гибкости мышления, вы не можете принять быстрое решение для улучшения своей жизни. Так что, когда хотите, разгрузить какую-то негативную ситуацию, можете выполнять эти мудрые. Защищаться или ставить себе цели, вот пользуйтесь этими двумя интереснейшими моими мудрыми.